Коллеги, добрый день. Пожалуйста, отпишитесь в чате, как меня слышно. Угу, вижу, что тебя отписывается. По-видимому, все в порядке. Так, давайте немножечко потихонечку тогда приступать уже к открытию нашего первого из цикловебинаров. Меня зовут Усков Роман, я менеджер проектов московского представительства G&TO. G&TO, как, я надеюсь, все вы знаете, это японская национальная туристическая организация. И вот мы, как московское представительство, возглавляем, представляем интересы этой организации у нас в России и на пространстве СНГ. Перед тем, как мы непосредственно приступим к презентациям, я бы хотел открыть для вас два видео с приветственными словами. Первое приветственное слово скажет госпожа Мотокура, глава нашего представительства. Я сейчас видео включу, пожалуйста, тоже отпишитесь, слышно ли и видно. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Айри Мотокра, я директор московского офиса Японской национальной туристической организации. Знаете, что у нас, японцев, есть любимый сезон, кроме весны, когда цветет сакура. Это осень, когда по всей стране окрашиваются в яркий цвета желтые, красные и багрянные. У нас даже есть специальное слово мумиджигайце. Знаете, что у нас, японцев, есть любимый сезон, кроме весны, когда цветет сакура. Это осень, когда по всей стране окрашиваются в яркий цвета желтые, красные и багрянные. У нас даже есть специальное слово мумиджигари. Мумиджи – это красные клёны, гарри – это охота. Все вместе охота за красными листьями. В Японии есть специальная карта, куда и когда приехать, чтобы попасть на пик цветения клёнов. Когда же в Японии краснеть клёны и начинать сезон мумиджи? Сезон осеннего львования стартует в сентябре на северном острове Хоккайдо и постепенно продвигаются по стороне на юг. И в Токио, и в регионе Кансай пик мумиджи приходится на ноябрь. На нашем вебинаре мои коллеги расскажут об особенностях путешествия Японии осенью. Будет интересно. Сначала своим впечатлением о стране поделится Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, партнёра проекта «Япония. Острова сокровищ». Канитива. Добрый день, дорогие коллеги. Российский союз туриндустрии и Национальная туристическая организация Японии давно и активно сотрудничают. В прошлом году мы обновили наши отношения. Это произошло в Японии. Мы подписали меморандум о сотрудничестве. Специально для этого делегация РСТ летала в Токио. Это была не первая моя поездка в Японию, но я была в очередной раз потрясена. Вы очень правильно сделали, что решили подключиться к семинару, потому что вы узнаете много нового о Японии, независимо от того, занимаетесь вы уже этим направлением или только решили начать. Потому что Япония – это другая планета. Она непостижима. Чем больше вы пытаетесь разобраться в её секретах, тем больше удивляетесь. Я постараюсь показать вам это буквально несколькими штрихами. Два главных принципа японского уклада жизни – избегать мэйваку и соблюдать аматынаси. Мэйваку означает создавать неудобства, неловкость для окружающих. Вот избегать мэйваку нужно в любой ситуации, независимо от того, в семье, в быту, на работе, на транспорте. В токийском метро даже висят специальные плакаты, которые ненавязчиво напоминают, как надо себя вести, что не надо делать, чтобы не мешать окружающим. Аматынаси – уникальный формат гостеприимства, стремление предугадать, предусмотреть желание гостя или клиента, заранее о нём позаботиться. Первое, что меня потрясло в Японии – это зеркала, подогреваемые с обратной стороны в ванных комнатах, чтобы они не запотевали после того, как вы приняли душ. Вот такая забота о клиенте. Аматынаси. Ещё пример. В Японии не надо возить в машине или в автобусе, если это туристическая группа, инвалидную коляску, потому что возле каждого парка, возле каждой достопримечательности в Японии этих колясок минимум десяток стоит. Подъезжайте и берите. Аматынаси. Я могу привести ещё много примеров, но давайте послушаем вебинары. Желаю вам ярких впечатлений, полезных знаний и много богатых клиентов. И таки МАЗ. Пока! Итак, мы потихонечку возвращаемся. Если у кого-то по какой-то причине, технической причине видео не воспроизвелось, вы можете или сейчас пройти по ссылкам, которые скинули технические консультанты. Они скинули две ссылки, одну на запись госпожи Монтокроссом и вторую на запись приветственного слова госпожи Тюриной. Перед тем, как я предоставлю слово моей коллеге Марии, я бы хотел напомнить пару таких административных моментов. В первую очередь, это первый из трёх вебинаров, которые мы запланировали. Второй будет ориентировочно в конце августа, но когда конкретно состоится второй вебинар, вы узнаете на соответствующей странице сайта, посвященному циклу вебинаров. После каждого вебинара вам нужно будет пройти тест для того, чтобы получить дополнительные баллы на Profit Travel. И вот здесь, пожалуйста, будьте более внимательны, когда вы будете прослушивать презентацию Маши и мою. На этом вебинаре мы заготовили три вопроса, и первый, ответивший на каждый из вопросов, получит приятный подарок от организаторов данного вебинара, а те, кто в течение минуты ответят в чате, в чате это самое главное, то есть напишут правильный ответ на вопрос в чате, в течение минуты получат дополнительные баллы на Profit Travel. То есть первый, ответивший на вопрос, получает подарок от организаторов вебинара, ответивший в течение минуты получают дополнительные баллы на платформе Profit Travel. Ответы, они будут совершенно в различных частях презентации, поэтому внимательнее слушайте, возможно, я не знаю, делайте комментарии, записывайте где-то комментарии, чтобы максимально быстро ответить на эти вопросы. А сейчас я бы хотел передать слово Марии, и она расскажет вам о Японии в целом, в общем. Друзья, всем привет. Как меня слышно? Надеюсь, что хорошо. Отлично. Рада всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Я тоже так уже пробежалась по списку участников, и крайне приятно видеть столько новых имен. Что ж, я сегодня дам такую общую информацию. Надеюсь, она будет полезна для новичков и для наших уже любимых знакомых тоже будет, надеюсь, полезна. Да, Лидия, добрый день. Еще раз, меня зовут Мария. Я работаю, непосредственно контактирую с туроператорами и турагентами в нашей компании. Поэтому можно по всем вопросам обращаться в дальнейшем ко мне. Если вдруг кто не очень давно знаком с нашей компанией, G&TO, то вот можно видеть такие наши основные виды деятельности. То есть мы сотрудничаем как раз таки с туроператорами и турагентами, с масс-мидиа, в редких случаях, к сожалению, с прямыми туристами, но такое тоже случается. И в дальнейшем я тоже еще подробнее расскажу о том, чем мы можем быть вам полезны. Ну, для начала, такая небольшая сводка по ситуации с коронавирусом в Японии. На настоящий момент уже около 25 случаев заражения коронавирусом. Это вот такая немножечко повторяющая информация. Но если вот сравнивать хотя бы с нами, то сразу становится понятно, что в Японии намного успешнее справляется с задерживанием распространения вот этого вируса. И тут нельзя не вспомнить вообще то, как у них в культуре с рождения буквально прививается чувство гигиены. То есть мыть руки, полоскать рот и ходить регулярно в чистой одежде. Это вот у них заложено прям с рождения. Ну, как выяснилось, у нас моют руки как будто бы пока что не все не мыли. Вот. И тоже ношение в масках. Сейчас вот как можно встретить вообще везде кучу людей в масках, что раньше наблюдалось практически только в Японии. Для них это тоже такая обыденность их жизни. И это не всегда связано с заболеваниями. Ну, то есть если кто-то там простужается, то, естественно, для него надеть маску – это прямо обязаловка. А так тоже может быть связано и с аллергией. В Японии очень много аллергиков живет. Может быть связано, например, если девушка не хочет краситься, очень лень, но хочет как-то немножко все-таки скрыть лицо, то тоже надевают маску. И вот подобные моменты. Вот. И немножко по статистике. Здесь у нас вот видна динамика за последние несколько лет. В 2017 году, как я надеюсь, многие уже знают, отменили гарант с японской стороны. И для получения визы больше не требуются вот эти специальные документы от японских принимающих компаний, от отелей. Ну и, соответственно, в связи с этим у нас очень вырос поток туристов, практически на 41%. И он продолжал расти до 2019 года. Ну, за этот год, думать, соответственно, пока что не будем. Но в целом отсюда видно, что Япония страна для туристов интересная. И, что немаловажно, очень большой процент именно повторных туристов среди них. То есть если вот человек съездил один раз в Японию, например, по золотому маршруту, он начинает интересоваться уже другими регионами, то есть начинает читать информацию, что же в Японии есть еще интересного, и обнаруживает, что там действительно есть, что еще посмотреть. Краткая сводка по визе. То есть виза в Японию у нас сейчас бесплатная. Турист может, на самом деле, самостоятельно отправиться в посольство со всем списком документов, ну, либо вот через турагентство, туроператор, подать все необходимые документы. Вообще можно вот смело сказать, что японская виза, она одна из самых простых в получении. И список документов, он тоже достаточно такой простой. То есть это вот визовая анкета в двух экземплярах, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, документ, подтверждающий возможность оплатить поездку. Ну, вот на сайте посольства обычно указано, что требуется справка с места работы или справка с банковского счета. Но лучше приносить обе эти две бумажки, обе две, потому что, ну, никогда не знаешь, когда они могут запросить ту же справку с банковского счета. Вот, брони авиабилетов и программу пребывания, соответственно. То есть все достаточно просто. Минимальный срок рассмотрения составляет 4 рабочих дня. Если это сезон до сакуры, либо до клёнов, то срок рассмотрения может увеличиваться, ну, в среднем, наверное, до 10 дней. Ну, в любом случае это достаточно быстро. Вот. И тоже так немножко по географии Японии. То есть Япония – это архипелаг, где есть 4 основных острова – северный Хоккайдо. Так, сейчас я, наверное, упаду. Северный Хоккайдо – основной, самый большой остров Хонщу, Щикоку и Кющу – южные острова. Ну, и вот есть такое, как бы, шуточное стихотворение. «Милая Хоккайдо, я тебя Хонщу, за твою Щикоку я тебя Кющу». Собственно, как запомнить название основных островов Японии. А также эти острова в дальнейшем делятся на 8 регионов и 47 префектур. То есть информации, на самом деле, можно собрать очень много, можно о каждой из этих префектур. Но начинать стоит, естественно, с основных, самых популярных. Вот. И в дальнейшем уже углубляться такими вот местами, как, например, там тоже на острове Щикоку или еще куда пока что не так много русских туристов добирается. Вот. И сама Япония расположена у нас в умеренном и субтропическом поясах. Примерно вот пополам делится. И сам климат на севере и на юге может очень сильно отличаться в один и тот же месяц. По перелетам. Ну, традиционно у нас прямые рейсы из Москвы совершали японские авиалинии в Альянсе с Сибирьем и Аэрофлот. Но в этом году также о своем повторном выходе на российский рынок заявила другая японская авиакомпания All Nippon Airways или ANA. Они также будут летать из Москвы в Токио и обратно. И из таких новостей Аэрофлот будет совершать рейсы не только в Токио, но и в Осоку. То есть можно будет очень удобно закольцевать маршрут. Да, очень часто, когда человек едет в Японию, он начинает сомневаться, что он там может потеряться, потому что никто не то чтобы на русском не говорит, но и, возможно, даже на английском. Но если мы говорим о таких крупных городах, как Токио или Киото, ну и, в принципе, о других административных центрах, там всегда очень много указателей, где все вывески дублируются на английском языке. И вот даже если вы случайно заблудитесь, вы всегда можете спросить работника на станции, чтобы вам помогли. Да и, в принципе, молодежь в Японии, она на таком более-менее сносном английском говорит. То есть, ну, вот чисто какой-нибудь смолток, может быть, и с трудом завяжется, но указать дорогу или что-то подсказать вам всегда смогут. И вот здесь вот еще такая карта метро, немножко запутанная. Ну, так выглядят практически все карты метро в Японии. Как будто бы не очень удобно на первый взгляд смотреть. И, на самом деле, многие японцы тоже пользуются специальными приложениями, чтобы как-то координировать свои перемещения. И вот у нас есть, например, отдельно приложение Japan Official Travel Lab, вот в серединке лейбл. Там помимо того, что можно построить маршрут, ну, посмотреть, как лучше добираться из одной точки Токио в другую, ну, и не только по Токио, так и можно какие-нибудь статейки интересные почитать. То есть, куда сходить, где покушать, что посмотреть и так далее. Либо вот очень удобная система для сверки расписания поездов, хипердия называется. То есть там можно прям тоже ввести определенную дату и заранее составить маршрут. Ну, и вот как показано на фотографии слева, это на самом деле уже была подготовка к Олимпиаде. То есть японцы заранее вот так вот составили даже на русском языке специальные указатели. То есть они как-то вот пытаются подстраиваться под туристов вообще чуть ли не всех стран. Там помимо русского, корейский, китайский, английский, соответственно. Вот. И если мы говорим про перемещение по стране, то самым распространенным видом транспорта в Японии является поезда. Я думаю, очень многие слышали про щинкансены, то есть поезда, пули. Железные дороги, по которым они передвигаются, расположены практически по всей Японии. То есть буквально только северную часть Хоккайдо не затрагивают. И для туристов специально разработан такой проездной, который называется JARPASS. Его приобрести можно на территории России непосредственно, но тоже через туроператоров, у которых есть лицензия. И уже здесь вы получаете ваучер, прилетаете в Японию и обмениваете его на сам проездной. Он бывает на 7, 14, 21 день соответственно. И его целесообразность уже будет зависеть чисто от вашего маршрута. То есть если вы приезжаете в Токио и хотите посмотреть только ближайшие окрестности, то, может быть, приобретать его смысла не имеет. Но если вы хотите уехать, например, в Киото или еще куда-нибудь, то стоит задуматься, потому что, например, если добраться из Токио до Киото и обратно, выйдет примерная стоимость вот этого 7-дневного проездного. Ну, если у нас будет этот проездной, мы, соответственно, сможем намного больше интересных мест посмотреть. Иногда спрашивают про люксовые поезда. Они в Японии есть, но есть небольшие нюансы. Во-первых, ну, их практически нереально как-то забронировать для себя из России. То есть это делается исключительно через принимающую сторону. И пока что не все эти поезда разыгрывают вообще билеты среди иностранных туристов. Но мы уже так закинули удочку некоторым из них, чтобы они как-то, ну, задумались все-таки об иностранном рынке, и о русском в том числе. Вот, например, с Мидзуказу так получилось. И они планируют вагон один выделить непосредственно для иностранных туристов. Вот, а так они тоже ходят, ну, к каждой парадной местам. То есть Royal Express, например, от Токио, там и в ближайшем окрестностях ходят, в принципе. Ну, Seven Stars, например, как и написано по Южному острову Кищу. И вот можно так более подробно ознакомиться уже с маршрутами на сайтах самих поездов, потому что маршрутов очень большое количество. Так, и вот вопрос на засыпку, о котором Роман уже упоминал. Сколько в Японии принято давать чаевых? Какие ваши варианты? То есть это может быть минимум 15% от счета. В Японии совсем не принято чаевые. И на усмотрение гостя. И на усмотрение гостя. Так, ну, да, тут, в принципе, большая часть ответила верно. Я думаю, уже можно продолжать. То есть, да, в Японии действительно не принято чаевые. И, ну, даже если вы вдруг захотите их оставить, то велика вероятность, что за вами еще побегут, будут догонять, лишь бы вернуть эти деньги. Ну, вот такое там отношение. Ну, и там, в принципе, чаевые, возможно, уже каким-то образом включены в оплату сотрудников. Вот, а в Японии валютой является иена. Собственно, вот здесь на картиночке варианты, как это может выглядеть. И вот, кстати, я недавно узнала, что 2000-я купюра практически не встречается в большей части Японии. Она в основном в ходу была в Окинаве. Но если менять деньги в наших российских банках, то велика вероятность, что вам вот прям выдадут очень много таких купюр. Мне кажется, это прикольно. А если вы решаете поменять наличку на территории Японии, то у вас есть несколько вариантов. Это поменять деньги непосредственно по прилету в аэропорту, либо в отеле, в мини-маркетах 7-11, либо на почте. Ну, в аэропортах как будто бы до этого был такой самый приятный размер. Но в отелях, соответственно, уже будут немножко свои цифры. Да, и не везде в Японии принято использовать карты. То есть если это какой-нибудь такой аутентичный магазинчик или ресторан, вполне может случиться так, что у них нет вот этих вот считывателей карт. И поэтому хотя бы вот минимальное какое-нибудь количество наличных денег лучше всегда при себе иметь. Но это, опять же, зависит от того, где и на что вы планируете тратить деньги. Гостиницы в Японии тоже представлены на любой вкус и цвет. То есть там не только, ну, как их традиционные японские гостиницы, есть также гостиницы в западном стиле. Здесь у нас, например, Лидскарута на слайде представлен. Даже у пятизвездочных отелей будут такие небольшие отличия от их же братьев в других странах, так скажем. Япония, ну, территория Японии на 70% покрыта горами, и вот им как-то приходится летиться в оставшихся 30. Ну, и, возможно, из-за этого как бы номера в гостиницах, они могут быть таким достаточно, ну, меньше по метражу. И, соответственно, лучше всегда сверяться заранее, какой метраж у конкретного номера, даже если вот это пять звезд. Если говорить уже про такие более простые гостиницы, тут есть, например, сеть Toyoko In, это уже по-нашему, типа, около двух звезд, такой бизнес-отель. Но вот даже если это не там какая-то люксовая гостиница, все равно везде в Японии будет представлен минимальный сервис и очень чисто. То есть вот с нашим это лучше не сравнивать. Ну, и, соответственно, цены в таких гостиницах будут намного приятнее. И я уже упоминала про гостиницы в традиционном японском стиле. Они называются рёкан. Ну, вот слева представлен такой рёкан среднего уровня, так скажем, и справа рёкан из ахаконе. То есть это такой способ познакомиться с японским бытом и почувствовать себя в такой традиционной японской обстановке. Очень часто, когда вы заселяетесь в рёкан, ну, обычно в гостиницах, кстати, заселяются в среднем с трёх часов, не раньше. И вот после заселения вы заходите в номер, и у вас там вот просто практически пустое пространство, есть только столик немножко украшенный и стульчики стоят. Ну, и как бы возникает вопрос, а где кровать? Собственно, кровать или футон, да, ну, матрасик, вам выкладывают, пока вы идёте на ужин, и вы, собственно, возвращаетесь, и у вас уже всё разложено, то есть за вас всё сделали. Если вдруг по каким-то причинам не хочется спать на полу, на футоне, то вы можете посмотреть для себя номера в таких рёканах, где есть кровать в европейском стиле. То есть такой вариант тоже возможен. И всегда при заселении в рёкан вы на ресепшене говорите, во сколько вы хотите отужинать, и желательно строго к этому времени прийти, потому что повара будут готовить определённое блюдо строго к вашему приходу, чтобы оно было определённой температуры, ну, и так далее. Да, и в некоторых рёканах, и в некоторых ресторанах тоже вас могут попросить разуться. Это вот тоже связано чисто с японской культурой. Они не ходят по дому в обуви, то есть сразу переобуваются на кошке, оставляют обувь в специальных ячейчках, либо ставят там носом к выходу, чтобы было удобно уже выходить из дома. Вот, и такая же система работает в рёканах и ресторанчиках. В рёканах идёт двойное питание, то есть и завтрак, и ужин включены. И, ну, чаще всего там подаётся именно кайси-кирёре, то есть трапеза в традиционном японском стиле. Иногда бывают дополнительно какие-нибудь рестораны, где вот можно просто европейский и шведский стол попробовать. Но хотя бы вот разочек имеет смысл попробовать именно такую трапезу. Вот здесь, например, у нас представлен завтрак. То есть вы приходите, вам сначала выносят один поднос, вы его съедаете, вам выносят второй поднос. То есть это такая достаточно питательная трапеза. В среднем там бывает около 12 блюд. И если мы говорим про ужин, там они ещё более сытные. Ну, бывают случаи, когда вот ты просто как колобочек выкатываешься из ресторанчика, и вот просто всё, что ты хочешь сделать, это добраться до номера и уснуть. Но это всё действительно очень вкусно. И все блюда могут зависеть не только от региона, но даже от сезона. То есть там по сезонности это всё тоже варьируется. И если вы вдруг остановились в Рыкане там на 3-4 ночи, то ни разу ваше меню не повторится, потому что шеф-повара, они всегда готовят меню на неделю заранее. Ну, разнообразие такое. И в Японии очень популярны горячие источники, которые называются онсены. Их в Японии очень большое количество. Но тоже один из самых таких популярных способов насладиться японским горячим источником – это заселиться в Рыкан. То есть там, где есть Рыкан, там, вероятнее всего, будет и горячий источник. Хотя есть такие скромные по уровню Рыканы, где, возможно, будет просто какая-нибудь своя банька, ванная закрытая, что-то в этом духе. А конкретно в онсенах вода подается минерализованная, полезная. То есть это сложно назвать прям таким оздоровлением, но чисто вот для как бы расслабиться и немножко отдохнуть от всего, что на вас навалилось за последнее время. Да, нужно учитывать, что не во все горячие источники пускают людей с татуировками, но есть вот такой сайт Tattoo Friendly JP, там собраны все горячие источники, в которые люди с татуировками допускаются в свободном виде. Можно, собственно, там все прочекать и заранее как бы заселиться, вот именно в такой, вернее, собраться, пойти в такой горячий источник. И, да, существует ряд определенных правил посещения горячих источников, с ними можно ознакомиться заранее, либо вам просто при входе покажут, ну, как правильно себя вести. Так, и, да, вот самое популярное среди туристов время для путешествия в Японию равно самое дорогое время для путешествия в Японию, но тоже это зависит от того, насколько рано вы начали готовиться. Вообще к поездке в Японию лучше готовиться хотя бы за полгода, ну, вот это прям идеальный такой вариант. Если есть возможность еще раньше начать бронировать, то лучше такой возможностью воспользоваться. Вот, на Новый год очень большое количество туристов на цветение сакуры, но в основном в определенной дате, то есть это конец марта и начало апреля, когда большинство туристов путешествуют по таким местам, как Токио, Киото, Осака, которые еще входят в золотой маршрут. Начало мая. У японцев есть такой аналог наших майских праздников, который называется «Золотая неделя». Длится от 7 до 10 дней, ну, и, соответственно, сами японцы очень активно путешествуют по стране. Тоже другие, ну, из других стран начинают прилетать большое количество туристов. Также такой горячий сезон – это середина августа. В это время в Японии проходит день поминовения усопших или обо. Это как минимум 3 дня, когда сами японцы очень активно путешествуют внутри страны. И, ну, вот на это время иногда бывает проблематично забронировать гостиницу, например. И также очень популярно для посещения время – это цветение. Осень, когда вот происходит цветение клёнов, ну, в кавычках, соответственно, примерно конец октября, начало декабря, вот у нас самые такие пиковые даты, ну, опять же, это когда все туристы в основном стремятся посетить Токио и Киото. А так, в целом, ну, Япония – это направление круглогодичное, и все просто зависит от того, куда конкретно вы едете в определенный месяц. Ну, то очень часто Японию вообще называют страной контраста, то есть умудряются совмещать и такие традиционные какие-то уклады, и в то же время современность, ну, там, роботы и так далее. Но даже вот про климат можно то же самое сказать. Например, вот в феврале на Хоккайдо можно кататься на горных лыжах. Да, в Японии очень много горнолыжных курортов. И в то же время на Окинаве уже зацветает первая Сакура. При желании можно убить двух зайцев сразу, там, сначала, например, покататься на горных лыжах и в дальнейшем уже улететь на Окинаву и любоваться таким явлением. Если так подробнее говорить про Сакуру, Сакура на самом деле тоже такое явление, которое волнует покрывать всю территорию Японии, начиная с юга и постепенно движется на север. Ну, вот есть еще такой вариант для тех, кто не хочет далеко уезжать от Токио. Это, например, Кавадзу-Закура, которая начинает зацветать примерно в начале марта. Ну, вот, в принципе, если туда приехать в конце февраля, там уже будет достаточно красиво. То есть это очень удобно и близко добираться из Токио. Нету такого количества туристов, ну и, соответственно, получится как-то приятнее провести время. Плюс по дороге у нас расположено и Хаконе, который славится своими горячими источниками, и вот такое интересное место, как Мишима-Скайло, то есть подвесной мост, с которым можно полюбоваться на гору Фудзи. Так что очень рекомендую рассматривать именно февраль и начало марта для путешествия в Японию. И очень приятное время – это май. Ну, вот, я уже упоминала, что в начале мая у нас золотая неделя, очень большое количество туристов, но я просто хотела упомянуть парк Хитачи, который находится в префектуре Ибараки, это вот тоже буквально полтора часа езды от Токио. Там в начале мая зацветают не махилы, это такой подвид незабудок, и вот, соответственно, такие красивые пейзажи из голубых цветов, но там на самом деле в любое время что-то высаживают, то есть если вы приедете туда не в мае, вам все равно будет на что посмотреть. Вот, и если говорить про погоду во второй половине мая, начале июня, то она будет тоже достаточно такой комфортной, это там 20-25 градусов, достаточно много солнечных дней, и помимо сакуры, у нас же в Японии еще есть глицинии, гортензии, азалии, ирисы. Это вот все в основном приходится на май. Из гортензии еще потом обычно так красиво обрезают шапочки и украшают грудики, что вот тоже так создает атмосферу. Поэтому, ну вот, начало июня и конец мая – это вот прям самое то, если хочется насладиться атмосферой Японии, но избежать толп туристов. Так, и да, очень часто интересуются восхождением на гору Фудзи. Ну, вот у японцев есть такая поговорка, что каждый однажды должен подняться на Фудзи-сан, но лишь глупец делает это дважды. Нужно учитывать, что восхождение на Фудзи возможно только в течение двух месяцев. Сезон обычно открывается в начале июля и заканчивается в начале сентября. Ну, и это, можно сказать, такая мекка для приезжающих туристов. Но зато, вот если вы все-таки решитесь на это, то вид, который откроется с вершины Фудзи, он будет действительно впечатляющим. И очень такое хорошее время для путешествия на Хоккайдо – это сентябрь. В принципе, вот конец лета и начало сентября в таких основных для туристов местах, типа Токио, могут быть иногда жарковатыми. Ну, редко, конечно, но бывает, что в том же Токио температура может достигать порядка 40 градусов. Вот на Хоккайдо, например, температура очень редко пересекает отметку 27 градусов. И сезона дождей там тоже не бывает. На Хоккайдо очень много природных парков, национальных парков. То есть очень много возможностей полюбоваться местной природой. И также считается, что там самые вкусные раманы, можно крабов попробовать. Либо, например, пиво саппора тоже очень славится не только в самой Японии, но и у нас тоже где-то можно встретить в магазинах. В принципе, я видела. Ну и в связи с этим тоже такой второй вопрос на засыпку. Главный, единственный японский тост – бонзай, компай или наливай? Да. 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 Так. Да. Да. Спасибо. Действительно, ну, многие снова ответили правильно, то есть японский тост — это кампай, произнеся который, все дружно начинают чокаться, и, в принципе, иногда этого достаточно, и больше ничего не нужно говорить. Вот. Хотела бы также напомнить, что у нас есть, помимо вот того, что мы сейчас тесты придумываем, свой онлайн-тренинг, онлайн-викторина, который называется «Поздная Япония», «Поздная Япония», и его можно найти у нас на сайте. Там собрана вся самая базовая информация о стране, начиная от простого, ну, также начиная, например, с географии Японии, сколько там живет людей и так далее, и постепенно усложняется, добавляется информация по транспортной логистике, там немножко ориентация по ценам, по отелям, по достопримечательностям, что еще в Японии можно посмотреть. Его не обязательно проходить за раз, потому что он, ну, действительно очень объемный. Если вдруг кто-то недавно только начал интересоваться этим направлением, то, ну, лучше, наверное, начать с этого тренинга, потому что там все так по полочкам разложено, и, да, его не обязательно проходить весь за раз, то есть вы можете одну тему пройти, тестом закрепить и отложить на какое-то время. Вот. Да, и также для тех, кто заканчивает этот тренинг до конца, высылайте сертификат специалиста по Японии, имя размещается на сайте, если вы сотрудник турфирмы, и у вас появится еще одна дополнительная возможность выиграть поездку в Японию. Вот. Поэтому проходите, регистрируйтесь, если кто-то еще вдруг этого не делал, мы будем всем рады. А если вы вдруг уже проходили этот тренинг, то никто не запрещает вам пройти его еще один раз. Вот такой лайфхак. Так. И напоминаю, что у нас есть своя новостная рассылка. Обычно мы ее проводим два раза в месяц, то есть это три слайдика в PDF-файле. Самое свежее, самое интересное, что есть в Японии, что там можно посмотреть. Вот если вдруг кто-то, ну, тоже не получает, вы нам напишите, мы добавим вашу почту к нам в базу. В принципе, вот так выглядит интерфейс нашего сайта. И да, у нас также есть свои печатные издания, отдельно про горячие источники, отдельно про реканы, путеводители, про горнолыжные курорты. Это все можно в PDF-файле посмотреть на нашем сайте, но либо вы, либо если вы хотите получить именно печатную версию, вы тоже можете нам написать, и мы вам ее отправим. Если вдруг там нужна для туристической группы карты, те же путеводители, это все, пожалуйста, мы распространяем это все бесплатно. Вот. На этом у меня все. Ну, я так поняла, что в чате были в основном вопросы по вот этим вот правильным ответам и то, как это засчитывать. Но если вдруг у кого-то есть вопросы, я буду рада ответить. А третий вопрос будет уже в презентации романа. Вот. Ну, я пока еще остаюсь с вами, поэтому вы можете писать вопросы в чат, я постараюсь на них ответить. И я тогда передаю слово своему коллеге Роме, он уже более подробно расскажет про Японию в осеннее время. Поэтому наслаждайтесь. Всем большое спасибо за внимание. Так, все, все, все. Прошу прощения, я не включил микрофон. Было много комментариев со стороны людей, не согласных с нашими правилами, но на то я и когда обговорил административные моменты, на этом делал акцент. Будьте внимательнее и ставьте, пожалуйста, номер правильного ответа, потому что технологические решения, которые мы используем для экспорта и поиска ответов, они не позволяют нам делать это по поиску слов. Мы уже... Есть готовое приложение, которое ищет по цифрам в определенном интервале. Отпишитесь, пожалуйста, как слышно нас, как меня слышно. Татьяна, я вот уже видел, что у вас... Это не первое ваше сообщение по поводу каких-либо проблем. Проверьте браузер или интернет-соединение. Как вы видите, у подавляющего большинства людей все в порядке. Если что, вы можете посмотреть видео потом через... в записи. А сейчас давайте перейдем к непосредственно моей части презентации, в которой я вам расскажу об особенностях осени в Японии. И, пожалуй, мы начнем вообще с понятия, что же такое Момиди. И рассмотрим те пункты, которые я здесь описал в слайде. Вообще Япония... Я надеюсь, что многие из вас уже в Японии были, что Японию вы любите. Возможно, были там неоднократно. И... Так, я прошу прощения, секундочку, отключу. Так, 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 извините. Татьяна, простите, это моя ошибка была, у меня микрофон вот здесь. Сейчас должно быть уже слышно намного лучше. Отпишитесь, пожалуйста, Татьяна Смирнова. Отлично. Все, извините еще раз, это мой косяк был. Так, вижу, что люди пишут, в Японии были не все, но возможности у вас будут обязательно. И надеюсь, что вы все-таки страну эту посетите. Это просто общеизвестный факт, что Япония – это страна с богатой культурно-исторической составляющей. И даже страна, окутанная даже некой... Таким... Укутана неким мистицизмом. Но это немножечко другая история, которую мы, к сожалению, в ходе этих вебинаров рассмотреть не сможем. Мы будем... На протяжении всего цикла вебинаров мы будем говорить непосредственно о Японии, о ее туристических ресурсах в рамках сезонности. Японцы, несмотря на то, что эта нация относительно небольшая, но гордая страна, нация, которая очень любит свою страну и ценит каждую мельчайшую... Каждую пылинку в своей стране. Японцы вообще любят находить какие-то удивительные, интересные вещи. Они это умеют и обожают делать, даже в каких-то совершенно небольших, казалось бы, моментах. В этом их, ну, своего рода национальная черта. И самое главное, японцы, когда находят такие мелочи, они радуются им искренне, по-настоящему, и очень по-детски. Если кто-то из вас, у вас есть друзья японцы, то вы, наверное, эту черту такую могли за ними заметить. Что же касается сезонов Японии, то в отношении сезонности у японцев есть свое слово. Называется оно кисец кан. На слайде вот оно самое первое фигурирует. И означает оно не просто сезонность, а чувство сезонности. То есть, если это зима, то зима обязательно со снегом, не так, как у нас в последние годы в Москве. Если это лето, то лето знойное, лето с морем, с океаном, когда люди могут отправиться на отдых. Весной цветение цветов. Сакуры осенью тоже в Японии цветы зацветают. И, конечно же, это клёны-мобиди, которые так любят японцы. Бархатный сезон. В слайде я отметил, выбрал это слово не просто так. Обычно бархатный сезон у нас ассоциируется у русских людей, у людей с русским менталитетом, с тем периодом, когда знойное лето, оно уже подходит к своему концу, его сменяет осень с прохладным ветерком, и самое время отправиться куда-то на море. То же самое, можно сказать, в отношении климата в Японии. Лето очень жаркое, лето очень влажное. А вот когда приходит осень, уже во второй половине сентября, в начале октября жара спадает, и можно в полной мере насладиться природой, отправиться куда-то в горы. Жары уже как таковой нет. Об этом немножко в следующем слайде расскажу. И японцы устремляются в регионы, в регионы для того, чтобы подправить свое здоровье на горячих источниках. Как правило, они останавливаются в небольших гостиницах традиционного типа, которые называются «рекан». Маша уже сегодня это слово называла, поэтому оно не является для вас уже незнакомым. и отправляются в горы заниматься трекингом. Кто-то сплавляется в различных теснинах, в водопадах, простите, в реках и так далее. В общем, осень – это все, что про природу. А в Японии очень большое количество непронутых человеком мест. Вот. Давайте пройдемся по непосредственно особенностям осени в Японии, на которые вы обязательно обратите свое внимание, когда приедете в Японию. И начнем мы с погоды. Как я уже отметил, жары осенью в Японии нет. На протяжении всего дня температура держится порядка 20-25 градусов в цессе, а вечером она опускается до более такой приятной и приемлемой цифры 15-17 градусов. Ну, что может быть более идеальным для долгих прогулок под открытым небом? Вернемся немножечко к тому, о чем я рассказал несколькими минутами ранее. Японцы любят находить радости во всем, что их окружает. Но еще больше... В равной степени японцы любят покушать. И вы, пожалуйста, не обманывайтесь их стройностью. Японцы кушают много, кушают вкусно. Но вот есть вещи, которые японцы любят еще больше, чем просто детали и просто покушать. Это когда детали и еда, они соединяются и переплетаются. И в этом плане у каждого сезона в Японии есть свои продукты и блюда, которые подаются к столу. Цвет настроения осенью золотистый. И перед долгой, относительно долгой холодной зимой нужно запастись витаминами и даже немножечко калориями, чтобы не замерзнуть. Осенью японцы с удовольствием едят сладкий картофель. Он у нас еще известен под именем бататом. Грибы мацутаке, лосось, каштан, японская тыква. И вы даже, если посмотрите на цвета и оттенки этих продуктов, то они будут напоминать в той или иной степени кленовые листья. Они существуют совершенно разных оттенков от такого ядовито-желтого до бордового. В это время года в Японии проходит по всей стране большое количество различных фестивалей. Это и фестиваль эпох в Зи Дай Мацари, это и традиционный детский праздник Си Си Го Сан и множество других. Но обо всем по порядку. У меня для этого в презентации заготовлен целый слайд. Ну, наверное, как итальянцы, но все-таки в Италии людей полных побольше, чем в Японии будет. Итак, возможно, уже кто-то задумался, задался вопросом, когда же в Японию, когда же ехать в Японию осенью? И давайте обсудим этот момент прямо сейчас. Вопрос очень важный, особенно если вы хотите насладиться в Японии осенью в полной мере, то есть застать вот этот ярко-золотистый местами бордовый оттенок осени. К сожалению, конкретные даты здесь назвать нельзя, потому что это природа, природа вещь у нас особенная, и как бы человек не пытался какие-то природные явления предсказать, природа каждый раз нас удивляет, каждый раз изворачивается, и все прогнозы наши, которые мы строим, они идут все под снос. Плюс даты и периоды, которые я сегодня здесь назову, они плюс-минус условные, но если вы, если на момент планирования вашей поездки в Японию на сайте метеорологической корпорации в Японии нету примерных дат цветения, вот вы, пожалуйста, тогда оперируйте датами и временными интервалами, которые я сегодня для вас назову. Вот, как я уже сказал, самые точные прогнозы появляются на сайте Японской метеорологической корпорации. Ссылка... Так, у меня была ссылка... вот здесь, вот, пожалуйста. Там ссылка на английском языке, но если кто-то читает по-японски, понимает японский язык, то вы можете, как бы, открыть японскую версию сайта, не исключая того факта, что японская версия, она на японской версии может уже эта информация присутствовать, а на английской еще нет. Всякое бывает. К сожалению, на момент подготовки этой презентации я не видел графика цветения клёнов на этот год, но не исключаю того, что он уже там появился. Вообще, цветение клёнов период в Момиде, он начинается на самом севере Японии, на Хоккайдо. Хоккайдо – это самый крупный остров на севере Японии, расположенный на севере Японии, и начинается такое озолочение Японии именно на севере страны. Это происходит где-то в середине октября. Затем Момиде переходит постепенно на юг, на севере острова Хонсю, это главный остров Японии, собственно, он так практически дословно и переводится на русский язык, как главная область, главный регион. До севера Хонсю цветение клёнов доходит где-то в начале, в конце октября, в середине ноября, нет, я прошу прощения, к концу октября. Затем цветение начинается в Хонсю, в части Токио, Киото и Осаке примерно в начале декабря. То есть, как вы могли уже заметить, период цветения клёнов, он достаточно обширный, начинается в середине октября и заканчивается аж на острове Кюсю где-то к середине декабря. То есть, процесс занимает несколько месяцев. Вижу, что попросили. Ссылку в чат. Спасибо большое, Елена. Так, перейдём к следующему слайду и уже поговорим непосредственно о регионах и о том, что же можно посмотреть. Презентацию Маши уже одна из достопримечательностей, которая в моём слайде есть, тоже фигурировала. Это голубое озеро на Хоккайдо. Просто уникальное по своей, по своему составляющему природная достопримечательность. Другое такое, другое такое озеро в Японии вы не встретите. Начнём мы на Хоккайдо знакомство с Хоккайдо, пожалуй, с самой высокой точкой. Самая высокая точка Хоккайдо это гора Асахидаки. Она же по совместительству является дремлющим вулканом, который в последний раз извергался более сотни лет тому назад. Высшая, как я уже сказал, Асахидаки это высшая точка и высота ее составляет высота горы Асахидаки составляет порядка 2300 метров. Важно отметить, что сама гора входит в является частью национального парка Дайсетсу-дзан. Это самый крупный на территории Японии природный парк, на территории которого раскинулось практически бесчисленное количество озер, житвек, горячих источников. В общем, Хоккайдо это все, что касается природы. И на Хоккайдо в отличие от других частей Японии даже летом нету знойной жары. Но, пожалуй, вернемся к теме, вернемся к осени. И осенью, если вы приедете сюда, в этот национальный парк, вы точно не пожалеете и сможете сделать огромное количество потрясающих совершенно сногсшибательных фотографий с кленами, с листьями кленов совершенно различных оттенков. Джозанкай это небольшой городок, который расположен в полуторе езды от столицы Хоккайдо, славного города Саппоро. И он известен не только в Хоккайдо, но и вообще в Японии как своими горячими источниками. перед тем как но перед тем как вы непосредственно погрузитесь в горячие источники и расслабитесь не по полной программе мы приглашаем вас прогуляться по приезжающей территории города и собственно комплексов с горячими источниками они эта зона богата тоже на различные озера и там даже есть гористая местность куда вы можете забраться и прогуляться даже можете сплавиться там по реке вот а после этого уже познать дзен в горячих источниках в горячих источниках Дзюзанкай наконец-то мы снова дошли до голубого озера которому уже сегодня речь шла так я прошу прощения голубое озеро собственно прекрасно в любое время года но оно особенно прекрасно осенью все дело в том что окружает это озеро большое количество клёнов само собой в момент цветения листья опадают они на поверхность озера там искапливаются и по всему озеру они разносятся ветерком и таким образом получается практически все это голубое озеро оно смешивается с красными листьями красными листьями клёнов и это создает просто потрясающие условия для фотографий ну и конечно же незабываемые впечатления к слову это слово это озеро голубое озеро находится неподалеку от города биэй известного на весь мир своими полями цветочными которые тоже зацветают не летом они зацветают осенью в середине осени в середине октября простите и ровно те самые ровно так же как и поля фурана и еще одна жемчужина не побоюсь этого слова города Саппора это центр Хираука Джюгей это большой по своим размерам ботанический сад он раскинулся занимает примерно 3 гектара от всего города Саппора и здесь на протяжении практически всего года цветет какое-либо растение всего на территории парка ботанического сада засеян парк усеян более чем тремя тысячами видов растений почему его нужно именно посетить посетить осенью так все дело в аллее 150 метровой аллее которая находится практически в самом центре парка и вы можете прогуляться по ней прогуляться вдоль цветущих клёнов так прошу я думаю я думаю что вы об этом непременно узнаете из тех или иных источников видео нет к сожалению видео не будет лидия лидия само само собой обо всех тонкостях обо всех мероприятиях я и всех достопримечательностях рассказать не смогу всего всего ограниченности времени япония это страна про которую можно рассказывать бесконечно и если вы даже я не знаю будете приезжать в страну через год каждый год вы обязательно что-то новое для себя будете открывать японцы они такие на хоккайдо мы посмотрели уже основные достопримечательности которые мы бы хотели предложить вашему рассмотрению и давайте отправимся южнее и уже посетим главный остров Японии на котором сосредоточена большая часть как достопримечательностей и населения страны начнем знакомство Хонсю с Хонсю мы со славного городка Никко который расположился в полутора двух часах езды от Токио в префектуре Точиги осенью сюда приезжает нереальное огромное количество туристов со всей Японии осенью и весной вот это главные туристические сезоны страны и логичный вопрос почему почему сюда приезжают осенью все дело в том что в этом небольшом городке сосредоточилось огромное количество таких вьюпоинтов чтобы насладиться Момеди здесь и реки здесь водопады озера горы храмы все то что раскинуто по Японии сосредоточено в этом небольшом красивом городке как и природа так и история это одно из главных туристических мест наравне например с Кавагучико Кавагучико это озеро расположенное у подножия Фодзи входит оно в часть Фодзи Кавагучико это такой один из главных японских курортов в первую очередь славящийся за близость к одноименной горе к Фодзи Сану и горячим источником которые есть здесь и в Хакуне про Хакуне мы немножко попозже чуть-чуть поговорим здесь близ озера Кавагучико раскинулся почти раскинулась почти километровая аллея по обе стороны от которых произрастает клен и здесь важно отметить что клен возле озера Кавагучико вы не встретите больше ни в одной другой части Японии ни в одном ботаническом саду или где-либо еще и кстати добраться до Кавагучико можно добраться простите опять датология добраться можно за 15-20 минут от станции от ближайшей станции и не забудьте пожалуйста посетить прекрасный парк Уище расположенный близ озера перейдем к Пагази Чурейто возможно это изображение и скорее всего вы его в той или иной вариации видели неоднократно его можно видеть с красными кленами можно видеть с Сакурой это опять же одна из главных достопримечательностей особенность Пагоды в том что с нее открывается совершенно потрясающий вид на гору Фудзи в любое время даже если на улице относительно туманно туманно в Японии периодически туманы бывают потому что все-таки это страна с высокой влажностью окруженная морями и океаном вот и особенно что что важно сказать про Пагоду Чурейто несмотря на то что она относительно молодая была построена в 1963 году сам мемориал был воздвигнут в честь японцев павших в различных войнах это место по-настоящему смещенное для японцев и добраться сюда можно преодолев порядка 400 ступенек и поверьте то что вы увидите здесь вас заставит вернуться еще не однократно на это место гора Такао или по-другому Такао-сан расположен где-то в час в часе езды от центра Токио добраться вы можете туда или на электричке на автобусе на машине каким образом каким транспортом какой бы вы вид транспорта не предпочли плюс-минус время время поездки оно будет одинаково час полтора не больше сюда часто приезжают из Токио на велосипедах поскольку местность гористая то приезжают они на велосипедах горных и многие люди приезжают полюбоваться именно в осеннее время полюбоваться красивыми видами увидеть как собственно цветут листья в ноябре или же в феврале когда зацветают сливы они просто покрывают практически всю гору Такао и пока вы будете к вершине горы подниматься или пешком или на велосипеде вы просто будете видеть практически бесконечные кроны овых листьев и сами клены ну или же вы можете другим способом добраться до самой вершины горы Такао на подъемнике или же на канатной дороге в любом случае стоимость билета составит где-то 250-300 рублей то есть кстати важно отметить что кабинки на канатной дороге двухместные поэтому если вы в какой-то большой компании собираетесь туда забраться то как бы будете придется разбиться на пару по два человека Нет сливы зацветают в феврале Да-да-да есть конечно же есть еще одно место которое бы я порекомендовал вам посетить это парк Хитачи несмотря на то что история у него тоже такая же примерно новая как и у Цюрейто они примерно ровесники на территории парка более 70 лет назад располагалась самая настоящая военная база а сегодня там располагается прекрасный цветущий парк который также зацветает в котором сосредоточено большое количество растений и парк цветет практически на протяжении всего года в какой бы вы месяц туда не приехали там будет какой-то цветок или другое растение у которого наступил пик цветения кстати на территории парка работает самое настоящее колесо обозрения хотя оно и не такое большое лунопарк с аттракционами есть даже семейный гольф-клуб и бассейн имеется также и зона отдыха другая зона отдыха где вы можете пожарить барбекю есть ресторан кафе в общем можете голодными сюда приезжать нагуляете просто аппетит и скушайте побольше еще перейдем ко второй части слайд слайдам посвященным острову хонсю здесь еще больше достопримечательностей культурных достопримечательностей чем на хоккайдо ну и чем больше чем в каком-либо другом регионе это опять же объясняется тем что культура японии в том виде в котором мы ее сегодня знаем и людям она зародилась здесь и распространилась на все другие острова ну и конечно же большая часть людей как я отметил проживает именно на этом острове сад кенроку является одним из самых одним из трех самых известных садов в Японии некогда он принадлежал древнему роду маэда еще и был заложен в 1876 году несмотря на то что парк уже практически 300 больше 300 лет больше 350 лет он сохранился практически ну в первостанном облике в котором его задумывали еще в 17 веке у этого сада очень интересное название оно переводится на русский язык как сад шести достоинств собственно эти шесть достоинств я вам сейчас перечислю это обширность это уединение искусство созидания традиционность форм источники воды и величественный вид по саду очень приятно прогуливаться здесь тоже произрастает большое количество растений в том числе и цветущих клёнов здесь сад здесь также расположено несколько озер небольших озер которые между собой соединяются ручьем и еще несколько раз в году в частности осенью здесь устраивают световые представления по вечерам и так 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 выглядит это очень эффектно еще одно замечательное место которое мы с вами сегодня посетим это префектура Тойама если конкретно если более конкретно то это место под названием теснина Куробе сама теснина это жемчужина префектуры Тойамы ради нее сюда приезжают со всех частей частей страны и теснина расположена в так называемых северных японских Альпах это место которое природа не обделила и добраться сюда можно по железной дороге протяженность которой составляет более 20 километров изначально эта железная дорога реконструкция которая здесь была до железной дороги должна была поддерживать конструкцию дамбы но в 1967 или 76 году если я не ошибаюсь она была конструкция была переформатирована под железную дорогу и сегодня если вы по ней проедетесь напомню это примерно 20 километров пути то вы на своем пути встретите совершенно разнообразные пейзажи достойные фотографий вот мы добрались и до хакуны которые я уже сегодня упоминал это в каком-то смысле в каком-то в плане не могу сейчас слово подобрать подскажите вот слово айконик как по-русски как переводится на русский язык как вот да спасибо спасибо какое-то это культовое место и один из самых известных курортов сюда приезжают не только не только из-за фути хакуны очень близко расположен к фути и отсюда раскрываются самые шикарные виды на гору но и для того чтобы подправить здоровье на территории хакуны располагается большое количество горячих источников с разным минеральным составом вот за этим а еще за синтаистскими и буддистскими храмами сюда со всей Японии истекаются люди осенью и весной кстати до хакуна до хакуна можно добраться за два с половиной часа от Токио от его центра добраться можно на скоростных поездах синхонсенов Японии есть небольшой но тем не менее замечательный городок по имени Канадзава и практически в центре города расположен замок откуда собственно город когда-то начинал расти сам замок был основан в 1583 году и к сожалению в том виде в котором он изначально был заложен он до наших дней не сохранился этому в кавычках поспособствовали бесконечные войны на протяжении всей истории Японии стихийные бедствия и пожары но тем не менее кстати да в 1881 году на долю этого замка выпало последнее испытание которое он к сожалению не выдержал в 1881 году здесь произошел пожар в результате которого выгорели абсолютно все постройки замка и восстановлен он был лишь в 2001 году но несмотря на то что храм современный он восстанавливался абсолютно с использованием различных исторических документов чтобы выглядеть максимально аутентично и японцам с их свойственной щепетильностью им это сделать удалось кстати парк Кенро Куэн про который мы уже сегодня говорили когда-то являлся частью этого творца то есть они расположены близко друг к другу то есть там 10 10 минут ходьбы 10-15 не больше возможно вы уже задались вопросом я рассказал про Хоккайдо рассказал про много вещей про регионы близ Токио где же известный на весь мир Киота где Осака вот мы наконец-таки до них и добрались Осака и Киота входят в регион Канто он примечательный примечательен тем что именно отсюда Япония в том виде в котором мы ее сегодня знаем началась здесь зародилась та самая культура Японии с самураями с кейшами и распространилась уже на другие регионы Японии поэтому здесь сосредоточилось огромное количество храмов храмовых комплексов но это место также природой не обделено если же говорить о Киота то в Киота непременно можно прошу прощения слайд переключил то в Киота непременно нужно посетить храм Киомидзо дэра это самый крупный буддийский храм буддийское сооружение на территории Канто региона Канто и один из самых крупных буддийских комплексов в Японии на территории которого кстати проходит очень интересный фестиваль исторический фестиваль с паланкинами и происходит он к сожалению не осенью а в феврале если я не ошибаюсь но тем не менее это как это для справки и близ этого храма Киомидзо дэра также расположен золотой павильон Кинкакоди который о котором вы могли слышать благодаря благодаря роману с мировым именем золотой храм это роман написанный японским писателем известным японским писателем Юкио Миссимо давайте отправимся еще южнее и посетим Кюсю Кюсю это станет последним островом который мы сегодня в рамках вебинара посетим другие места другие регионы мы посетим на других вебинарах то есть у нас еще остались темы осень простите остались еще зима остались еще весна и лето и обязательно мы раскроем все те же регионы но с других так сказать позиций расскажем о Хоккайдо с другой стороны обязательно упомянем замечательный остров Сикоку и доберемся до Акинады но это будет чуть позже да название воспринимается достаточно тяжело но вот для этого презентация есть поэтому если хотите я могу вам потом прислать в кратком видео описание каждого из из достопримечательностей если вам это будет интересно напишите пожалуйста на электронный адрес инфособака visitjpan.ru да особенно понимаю что для людей которые с японским языком не очень знакомые названия могут звучать очень тяжело не все могут эти названия произнести но ничего страшного для этого мы здесь и есть и так давайте уже наконец-таки отправимся в поездку по острову Кюсю Кюсю известен благодаря своим горным рельефам это регион очень сейсмо активный здесь есть как и дремлющие вулканы так и вулканы которые извергаются с периодичностью до года но тем не менее благодаря этому на Кюсю расположилось практически самое большое количество горячих источников то есть логично предположить что горячие источники они не просто так по себе берутся они берутся появляются из-за вулканической активности и так вот на Кюсю есть замечательная гора она вернее горный массив который называется Кодзю его высота к сожалению по сравнению с тем же самым Асахидаки не сравнится он 1700 метров а Асахидаки высота высшей точки Хоккайдо 2300 то есть разница в 600 метров тем не менее это гордость острова Кюсю и на высшей точке здесь это гора на Кодзю она также покрывается покрывается покрывалом из золотисто алых листьев осенью и происходит это где-то уже ближе к середине декабря если вы хотите застать цветение клёнов на Кюсю приезжайте в первую половину декабря озеро Кинрин переводится на русский язык дословно как золотая чешуя золотая чешуйка называется это так вижу большой комментарий видел большой комментарий от Маши немножечко испугался всегда пугаюсь когда вижу большое количество текста но ничего не пугайтесь Маша пишет очень интересно и рассказывает тоже интересно и рассказывает интересные вещи простите вот за такую прольную тавтологию так вот вернемся к нашим золотистым чешуйкам любопытно то почему озеро получило такое название когда-то когда-то местный монах буддистский монах увидел золотистую рыбку золотую рыбку в этом озере и считается что именно с того момента озеро стало носить такое имя но как бы если там золотая рыбка обитает ли она по сей день и если она там есть то исполняет ли желание это вы пожалуйста если побываете там расскажите нам возможно это станет таким стимулом для людей поехать и поймать рыбку и загадать желание но вот что касается особенностей озера оно очень живописно осенью по утрам когда по утрам вы все знаете достаточно прохладно и на поверхности озера появляется небольшая дымка которая собственно всю картину и передает в интернете очень много фотографий на эту тему да золотая чешуйка золотая чешуя озеро называется Кенрин вот оно на слайде тут есть еще одна теснина до этого мы говорили о теснине Куробы которая расположена на острове Хонсиу сейчас давайте немножечко поговорим про теснину Такачихо это главная да пожалуй самая главная достопримечательность острова в ее состав входит большое количество водопадов здесь их больше пяти это точно и каждый водопад в различное время года он играет ну если так можно сказать совершенно разными красками когда бы вы не приехали вы застанете озеро мерцающим другими красками другими цветами здесь вы можете арендовать лодку и отправиться по реке ну и сплавиться по реке а пока вы будете собственно прогуливаться на водной прогулке вас будут окружать бесчисленное количество кленов золотых желтых и красных которые листья которых так тихонечко падают на поверхность озера и опять же условия для фотографии для незабываемых фотографий идеальные здесь кстати поблизости относительно теснины такачихо расположился впечатляющий водопад Соги водопады Соги вот когда я говорю впечатляющие это не означает что впечатляющие по отношению к каким-то водопадам с мировым именем Япония это страна небольшая водопады на все водопады нужно смотреть с точки зрения размеров самой страны водопады Соги в этом плане относительно небольшие их высота составляет всего 12 метров но люди сюда приезжают не ради вот этой не ради 12 метров не ради высоты а ради ширины водопадов она составляет 210 метров и когда человек здесь оказывается то это создает по-настоящему сногсшибательное ощущение и зрение и потрясающая совершенно картина особенно в осеннее время года когда я начинал говорить о Кюсю я забыл упомянуть один небольшой но важный исторический факт буддизм на территории Японии на территории Японии прибыл именно сюда то есть прибыл сначала на Кюсю и отсюда он уже распространился по другим регионам Японии поэтому логично предположить что количество буддийских сооружений не синтаистских не других а именно буддийских храмов здесь зашкаливает по отношению к другим частям страны и главным буддийским храмом здесь считается храм Дайдзянджи он был основан в 1286 году и местные жители его ласково называют виноградным храмом все дело в том что в 8 веке нашей эры сюда с острова Кюсю из Хиота прибыл монах Гёки который прибыл сюда чтобы просвещать людей учить их уму-разуму сельскому хозяйству и благодаря ему здесь собственно этот храм был и заложен и также монах Гёки научил людей выращивать виноград и в настоящее время любопытно что Кюсю является самым главным фруктовым регионом Японии здесь он обеспечивает основную массу мандаринов которые поставляются на тот же самый на столу семей в Токио в совершенно различных видах начиная от каких-то желе соков и заканчивая с полноценными блюдами летом здесь достаточно жарко но поскольку есть море кстати летом здесь не так жарко как в Токио вот что я хотел сказать и давайте уже наконец-таки перейдем к нашим праздникам про которые я сегодня говорил праздники это важная составляющая особенно в жизни японцев и начнем пожалуй с праздника который называется Сичигосан я в скобочках написал переводится он как семь пять три праздник это детский традиционный который история которого уходит корнями еще пожалуй пожалуй в эпоху эду в эпоху когда Киото был столицей Японии то есть история праздника насчитывает более чем тысячу лет тогда же конечно же это был не народный не столь народный праздник как сегодня его праздновали только аристократы мальчиков они обрели обривали на лысо и одевали их в хакамы в сумрайские хакамы после чего мальчики ходили в храмы а девочки девочек одевали вот такие красивые милые кимоно делали им также прически и в этом плане по сей день мало чего поменялось за исключением того что мальчиков брить уже перестали на лысо и их просто одевают в традиционную японскую одежду как мальчиков и девочек и их семьи бабушки дедушки мамы папы идут все дружно с семьей идут в храм молятся за благосостояние детей за здоровье и за счастливую жизнь выглядит это очень эффектно кстати да я забыл празднуется сити госан 15 ноября то есть если вы в японии эту дату застанете то увидите огромное количество вот таких милых маленьких детишек которые со своими семьями идут в храм чтобы помолиться и отпразднать праздник праздник отмечают дети кому исполняется на момент праздника семь ну или есть уже семь пять или три года дидай мансури это праздник истории истории и культуры японии своего рода он является фестивалем эпох корнями своими корнями он уходит в в парад в парад который еще был в 1895 году когда отмечалось тысяча столетия переноса столицы в Киото и с тех пор ежегодно этот праздник собирает огромное количество людей более двух тысяч человек в традиционных хипонских одеждах мужчины женщины одевают самурайские доспехи кто-то приезжает на лошадях привозят с собой огромные такие паланкины и считается что в двух главных паланкинах которые появляются на этом фестивале присутствуют духи первого и последнего последнего императора правившего Японии само собой усопших вы кстати если хотите можете тоже доспехи арендовать нарядиться в эти одежды и присоединиться к процессе но это при большом желании еще один замечательный осенний праздник который отмечается у японцев осенью это ономичи акари мацуре этот праздник он не отмечается на территории всей Японии скорее он региональный и проходит ежегодно в середине октября в небольшом городке под названием Ономити в этот день 10 октября местные жители украшают улочки города бумажными фонариками бумажными фонариками и свечами местные школьники еще фонарики и расписывают вот такими разноцветными рисунками кто-то спишет записывает там пожелания кто-то может сделать отпечатку ручки своей и выглядит очень масштабно такие фонарики появляются по территории практически всего города начиная от фонзала и заканчивая различными храмами обычными пешеходными улочками в общей сложности количество фонариков достигает 30 30 тысяч и что очень приятно так это то что администрация города в момент в день проведения праздника в тех местах где собственно эти фонарики выстраивают отключают электричество я имею ввиду отключают уличные фонари и появляются и вы можете прогуливаться по улочкам освещенным вот таким рукодельным фонариком фонариками выйдет это очень мило и необычно для для иностранцев особенно так дзидай мацари где-то в середине октября может быть 14 числа он празднуется я не уверен можете посмотреть у нас кстати на сайте visitjpn.ru есть календарь который мы регулярно обновляем собственно основные праздники в том числе и праздники о которых я сегодня рассказал там есть с датами вот мы добрались до до одного знаменательного праздника возможно кто-то и ему покажется логичным я даже соглашусь вопрос почему мы включили чемпионат по сумму в список праздников презентации а все дело в том что сумму это единственный национальный единственный признанный национальным вид спорта в Японии это несмотря на то что за рубежом все считают что самый главный вид спорта в Японии это карате дзюдо на самом деле нет это не так самый главный вид спорта здесь сумму и у него большая часть поклонников по сравнению с остальными другими видами спорта в общей сложности за год проводят 6 крупных чемпионатов по сумму они называются басе и проходят в разных регионах проходят они в Токио в Осаке в городе Нагоя и в городе Фукуоко на протяжении различных периодов вот мы сегодня коснемся только осени осенью чемпионаты по басе проходят в Фукуоке это в ноябре и в сентябре чемпионат проходит в Токио здесь стоит оговориться что те чемпионаты которые проходят в Токио по сумму они называются хомбасе это такие главные прям самые-самые главные чемпионаты проводятся 3 раза в год в Токио и проводятся они не в каком и проводятся они в очень таком знаменательном месте в русском языке как бы если бы у нас такой аналог был мы бы назвали его дворцом сумо называется это место Кокугикан ежегодно в Токио проходит 3 турнира январь в январе в мае и в сентябре сами басе длятся порядка 15 дней вот по стоимости билетов к сожалению я здесь вас не сориентирую лучше наверное перейти на сайт Кокугикана и посмотреть билеты там быстро раскупаются очень быстро поэтому если вы планируете я не знаю там поездку в Японию за несколько месяцев то вам обязательно нужно этим вопросом озадачиться потому что спорт с большим количеством фанатов и билеты раскупаются как разлетаются как горячие пирожки к слову говоря здесь стоит отметить интересный факт не совсем о сумо но о сумоистах для них существует целый список правил как себя нужно вести и есть даже запреты одним из запретов за которых может последствовать последовать дисквалификация вплоть не только от следующего и текущего турнира но и вообще пожизненная дисквалификация это нарушение правила которое запрещает а сумоистам водить автомобили вот так даже так 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 и теперь я вот чтобы вы сразу подготовились чтобы собрались с мыслями сосредоточились предупреждаю что мы сейчас переходим к вопросу и будьте готовы на него ответить пожалуйста не пишите ответ словами пишите просто цифру напишите цифру ответа у вас есть минута для этого итак где раньше всего можно увидеть красные плены в мангровых лесах тропическая кинава на горе Асахи в центре Хоккайдо или у подножья вулкана Асо на южном острове Кюсю сколько много ответов даже есть ответ 31 но я не вижу 31 ответа простите есть их только и здесь только три подавляющее количество людей ответило на вопрос правильно да это действительно второй вариант ответа ну клёны на кинаве вы конечно в мангровых лесах не растут на кинаве это очевидно клёны на кинаве есть но не в таком количестве как в других регионах и пожалуйста вспомните о чём я ещё и Маша в своих презентациях говорили цветение клёнов начинается с севера на юг в отличие от сакуры сакура зацветает на кинаве зацветает ещё в начале февраля в конце в конце января в начале февраля вот Кюсю замечательный регион но там цветение клёнов оно опять же заканчивается а не начинается вот пожалуй на этом всё будем рады видеть большое спасибо за внимание спасибо за то что остались до конца и мы будем с удовольствием ждать встреч на следующих на следующих вебинарах следующий вебинар у нас запланирован на конец августа напомню что сегодня открывается тест вот уже да вижу что люди спрашивают по поводу теста тест сегодня откроется в течение дня станет доступен и по результатам его прохождения вы получите дополнительные баллы на платформе Profit Travel о результатах викторины мы попозже людей оповестим собственно ваши контакты у нас есть поэтому мы наверное я не знаю наверное будем уже связываться лично по электронному адресу по телефону это уже такой момент что касается олимпийских игр то в этом году их уже не будет их перенесли на следующий год и будем надеяться на то что все-таки в следующем году эти игры состоятся Япония японское правительство и организаторы игр как со стороны Японии так и международные организаторы со стороны олимпийского комитета они подтвердили готовность в следующем году эти игры провести в Японии поскольку в этом году игры к сожалению не состоялись Светлана если ответили два раза первый правильно второй нет то в итоге наверное получаете ноль баллов ну плюс-минус конечно же я шучу и получите ваши заслуженные баллы Лидия вот собственно на лендинговой странице появится просто в течение дня раздел с тестом который вы можете пройти войдете в личный кабинет Profit Travel и пройдете тест не уверен что вам уведомление придет здесь я точно не скажу с баллами можете но можете потратить их на платформе Profit Travel я к сожалению с ней до такой степени не знаком об этом пожалуй наверное лучше специалист Profit Travel спросить но какие-то бонусы или какие-то закрытые мероприятия я так предполагаю проводятся и благодаря этим баллам вы можете в них участие принимать на нашем портале если вы хотите повторное тестирование пройти пожалуйста спасибо вам большое за добрые слова еще раз спасибо за ваше участие за ваши вопросы будем уже ждать других поводов для встреч вживую и я отключаюсь всем всего хорошего продуктивной рабочей недели до свидания клиент в